всем привет сейчас хочу показать вам свою покупочку вот что я вчера купила это кабанчик маленький кабанчик ему два месяца это не чисто кровная белая а помесь вьетнамца с белой мы выращивали когда-то только вьетнамских поросят но мне они перестали нравиться так как у них очень жирное сало и мяса практически нет стали покупать помесь вьетнамца с белой они растут большие до 130 килограмм и у них очень много мяса сало нежирное это также сыроеды едят только сырую пищу фрукты овощи солому сено траву сырую картошку единственное что мы запариваем им только комбикорм хотя и сухой комбикорм и зерно сухое они также едят вот такого кабанчика мы вчера купили у нас в хозяйстве ну а почему купили только одного так как в этом году у нас не урожай картошки вот пока только одного но весной хочу еще одного купить чтобы были разные возраста это к тому же просто мы не успеваем съедать мясо и сало поэтому решили вот так брать чтобы были разные возраста я покупала раньше по 8 поросят у меня было в сарае мясо сало продавали что-то на продажу что-то сами ели сейчас конечно же время не то здоровье не позволяет плюс дорогие корма поэтому стали держать только для себя но мой кабанчик осмелел вчера когда его купили он сразу зашился в солому кушать он не выходил у него был стресс ну а сегодня он свободно гуляет по своему засеку нарезали ему кабачки кушает кабачки свежие аж за ушами трещит вот этому кабанчику два месяца помесь вьетнамца с белой ну а в другом засеке у меня живет дама мадама вот такая свинка она уже большая ей ровно год ее уже нужно бить это тоже помесь вьетнамца с белой это не чистокровная белая сейчас покажу как ей не растут она конечно неудобно здесь стало вот такие они большие растут здесь примерно 130 килограмм веса будет у нее морда сразу видно что это не вьетнамская а помесь помесь вьетнамца с белой морда длинная вытянутая вот такая дама мадам у меня живет это все что у нас осталось из хозяйства мы держим только одних свиней были у нас кур но мы их всех свели так как сейчас уже нам дешевле стала покупать готовые яйца магазина корма стали дорогие достать их сложно раньше на рынок возили сейчас тоже возят но очень дорогие корма вот такая дама мадама чуть чем-то возмущается так что у нас скоро будет свежина этой свинки это свинка это не кабанчик ей уже скоро будет ровно год но это мой малыш кабанчик прошлый раз мы взяли только свинок но свинки нам не нравится так как они очень часто гуляют только собираешься бить ее она уже в загуле лежит ничего не ест кабанчиком на прошлый раз тоже хотели кабанчика но кабанчика не было были только одни свинки поэтому пришлось брать свинок вот так он у меня уплетает за обе щеки аж за ушами трещит есть сырые кабачки уже не боится гуляет свободно вот такой кабанчик помесь вьетнамца с белой сыроеды если похорюкивает от удовольствия так еще на камеру любит сниматься он у меня ему два месяца всего я не знаю сколько примерно здесь вес килограмм 10 12 наверно весом он маленький совсем камера конечно этого не передает на камеру кажется что он большой но он маленький еще будет это у меня гоша назову его гошей так вообще имен мы свиньям не даем просто свинья да свинья кабан и кабан свинка и свинка вот такое хотела показать вам свое хозяйство и свою покупочку вот этот кабанчик стоит на белорусские деньги 75 рублей помесь вьетнамца с белой а чистокровная свинка или кабанчик стоит на белорусские деньги от 130 до 150 рублей за одного поросенка и вот такие свинки кабанчики помесь вьетнамцы с белой вырастают до 130 килограмм можно сказать и не отличишь вьетнамец помесь это или чистокровная белая мясо у них много это мясные мясная порода до 40 килограмм мясо у них много сала вот такое хотела вам показать свое хозяйство все наелся сейчас пойдет взорваться в сено в солому это двухмесячный поросенок не только два месяца не успела я побелить стены хотела здесь побелить огородные дела заботы проблемы закатки болело и все некогда было побелить поэтому пускай растет так это кабанчик кастрированный проколот различными витаминами лекарствами будем растить но весной хочу еще одного купить вот так он возмущается еще что-то крутит все пошел взорваться в салон все спрятался его нет кто не спрятался я не виноват вот посмотрите что играем в прятки зарылся сидит ну ладно пускай спит но я испугалась повернулась а здесь вот что думал это свинья выглядывает а это вот что засела здесь морзик морзик пришел здесь у нас была завелась крыса муж нашел вот в такой бочке с зерном здесь бочки у нас стоят дохлую крысу нашел не знаю как она туда попала но здесь конечно уже бочка пустая здесь был комбикорм а там бочки у нас полные с комбикормом и там была крыса поэтому вот этот вот член семьи часто сюда ходит и ловит здесь крысы вот хотела показать вам свое хозяйство своих свинок одну большую одну маленькую там дырка так она что-то туда все время посматривает рука недовольная чем-то такая большая килограмм 130 наверное может больше наверно так как втроем мы ее потащить не в силах она очень тяжелая такую же самую мы убили весной убили одну тоже была у нас свинка все на этом буду заканчивать свое видео приятного всем просмотра